Ну, продолжаем. Продолжаем. Нам надо поспешать. Время не мало. Собственно, время уже перерасходовано. Свойства символа. Это интересная тема. И начнём мы вот с чего. Вот откуда ЛИСП знает, что атом единица – это число? В самом начале, когда я вам только-только начинал рассказывать про ЛИСП, я говорил, что ЛИСП умеет отличать числа от строк и от других объектов. Ну, понятно, что ЛИСП может, когда атом только вводится, он с самого начала ядро ЛИСП анализирует, проверяет, под какой образец подходит этот объект и воспринимает его либо как число, либо как символ, либо как строку, либо как что-то ещё. Но ведь это распознание нерационально делать каждый раз. Вот смотрите, когда мы пишем плюс 1, 2, мы получаем, естественно, 3, потому что ЛИСП знает, что единица и двойка – это числа, их надо складывать. А вот если мы попытаемся сложить единицы и атом 2а, то будет ошибка, потому что 2а – это не число. Конечно, можно было бы все объекты перед сложением проверять, является ли это числом или не является. Но проще было бы поступить несколько по-другому. При создании атома сразу отметить числа специальным битом. Ну, вообще-то, говорят, так и поступается. ЛИСП так и делает. Символ может иметь так называемый список свойств. И вот когда символ создаётся в процессе чтения ядром очередного символа, в процессе создания, то сразу символ распознаётся, чем он является на самом деле. И у него в списке свойств, стандартных свойств так называемых, устанавливается индикатор. Что это? Выражение или выражение специального вида, или функция, встроенная в ядро, или специальные функции, встроенные в ядро, или макро, что мы будем разбирать завтра, или число. Эту картинку я вам уже показывал, когда мы говорили, как устроена память ЛИСПа изнутри. Вот я вам ещё раз её привожу в этой презентации, чтобы вы видели, что, например, фиксит число, обычное целое число, неограниченной разрядности, в его стандартных, в поле стандартных индикаторов поднят, ну, вот какой, если справа считать, 0, 1, 2, 3, 4, 6 бит. У других типов данных поднят другой бит. При этом может быть поднят только один бит. Не может быть объект, который является одновременно и числом, и битовой шкалой. Так не принято. Ну, вот символические имена индикаторов, которые использованы в этой картинке, это я имею в виду SUBRE, FSUBRE, EXPR, то, что в первой колонке, это так называемые самоопределённые символы. Они создаются особым образом при инициализации ядра лиспа, и у них установлен индикатор обвал. Ну, вот это как раз и есть признак самоопределённости. А можно ли свойства символа увидеть? Да, можно. Ну, например, есть специальная функция PROP-LIST, от английского PROPERTY LIST, то есть список свойств. Набираем PROP-LIST от обычной шестёрки и получаем список из одного элемента FIXED. Ну, очень наглядно видно, что это число типа FIXED. Набираем, просим список свойств у 6.0, получаем, естественно, FLOT. Просим список свойств у строки и получаем STRING. Со строками мы сегодня будем работать позже несколько. Просим список свойств битовой шкалы и получаем, что это шкала битов. Если мы попросим список свойств у самоопределённого терма, например, у T, самоопределённого символа, извините, то получится опвал. А вот менее тривиальный пример. Смотрите, что мы тут сделали. Мы переменной A присвоили значение 123. При этом выдаётся сообщение «Создана глобальная переменная A». Теперь мы у этой глобальной переменной просим список свойств и получаем FIXED. Что же отсюда следует, что символ A имеет индикатор FIXED? Нет, это не так. Функция PROP.LIST на самом деле является обычной ядерной функцией. Её аргумент вычисляется. Поэтому если мы ввели команду PROP.LIST.A, то ядро листа A заменит назначение. И фактически на вход PROP.LIST пойдёт не A, а 123. Ну а у 123, естественно, стандартный индикатор как раз FIXED. Но как посмотреть список свойств самого символа A? Ну как? Естественно, его надо квотировать. И вот если мы так сделаем, то увидим, что просто у чистого атома никаких свойств нет. Его список свойств пустой. Запомните на дальнейшее, что стандартные свойства, вот FIXED, STRING и прочее, они эксклюзивны. Это значит, что может быть установлено только одно. первое. Второе, что они устанавливаются ядром LISP. То есть программист не может ими управлять. И они неизменны. Изменить их программист тоже не может. Он их не может ни создать, ни изменить. Ну, то есть это, так сказать, такая вот данность. Кстати, стандартные свойства не обязательно вводить команды. Их можно увидеть, если мы нажмем кнопочку с изображением разноцветных призм на главной панели, то мы увидим все атомы, которые существуют в данный момент в системе. И справа, в правой колонке, мы увидим их стандартные свойства. Что, в общем, достаточно удобно. Кроме стандартных, у атомов LISP могут быть и нестандартные свойства. В дополнение к стандартным. Для того, чтобы задать нестандартные свойства, есть функция S-PROPEL. Ну, это, наверное, происходит от сокращения SET PROPERTY LIST. Установить список свойств. Эта функция требует два аргумента. Первый аргумент – это символ, а второй аргумент – это произвольный список. И второй аргумент становится списком свойств этого символа. Важно при этом, что стандартные индикаторы при этом не замещаются и не удаляются. Ну, то есть стандартные индикаторы, они, так сказать, пришиты к символу крепко. Мы не можем их ни изменить, ни удалить. Вот пример. Я списку атому Х присваиваю, ну, такой вот дурацкий список свойств КВЕРТИ. Теперь я прошу список свойств атому Х и получаю КВЕРТИ. Другой пример. Я атому 2, то есть числу 2, присваиваю список, нестандартный список, QVE. Я прошу теперь список свойств двойки и вижу, что двойка осталась с числом фиксит, но кроме стандартного индикатора фиксит, у него еще и QVE. Какие-то дополнительные, с какой целью это сделано, неясно. У тройки, например, их не будет. Но тут я пишу, что стандартные и нестандартные свойства прекрасно уживаются. А у тройки, поскольку мы у тройки ничего не устанавливаем, у тройки только фиксы. Вообще-то эти списки нестандартных свойств, их можно делать такими, какими нужно вам. Однако, как-то вот по традиции в листке принято, что есть две формы этих списков. Либо список пар вот такой. Индикатор значения, индикатор значения, индикатор значения, то есть список четной длины, у которых на, скажем, нечетных местах стоят индикаторы, а на четных местах их значения. Либо просто произвольный список вида флаг, 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 флаг. И для того, и для другого списка есть набор функций, который может с ними работать. Вот для того, чтобы заносить свойства и значения в виде пар, имеется парочка функций put-prop и get-prop. Put-prop заносит свойства, get-prop получает свойства. Значит, эта пара предназначена для работы со списком свойств первого формата, который в виде пар. Давайте рассмотрим пример. Вот мы атому А установили цвет красный. Теперь, если мы попросим... Да, а можем установить еще дополнительный атрибут звук громкий. Теперь просим список свойств нашего атома А и убеждаемся, что все получилось правильно. Цвет красный, звук громкий. мы можем запросить цвет атома и получим правильный ответ красный. Мы можем запросить звук атома и получим правильный ответ. Ну, а если мы запросим вкус, такого индикатора у нас нет, то получим, естественно, нил. Все достаточно логично. Это для работы со списком свойств, который состоит из пар. Для флагового списка свойств есть функция put flag или flag установка флага и flagp проверка наличия. Ну, давайте рассмотрим примеры. В атому А устанавливаем флаг и 1, флаг и 2, флаг и 3. Проверяем, флаг и 1 установлен? Да. А флаг и 0? нет, он отсутствует, поэтому возвращается нил. Вот примерно так это и работает. Нестандартные свойства можно удалять. Если мы вызываем функцию remprop и задаем имя, то она удаляет и имя свойства, и его значения. Ну, например, remprop А вкус, если бы вкус у нас был какой-то кислый, то мы бы удалили и атом вкус, и атом кислый. Ну, а remfлаг просто удаляет заданный флаг, удаляет его из списка свойств. Для чего это всё нужно? Вот такая возможность обеспечивает довольно любопытные, в свою очередь порождает довольно любопытные возможности вот в каком плане. мы можем в качестве отдельных свойств задавать лямбдовыражение или ссылаться на какие-то функции. И при работе с этим атомом можно сделать так, что эти функции будут автоматически вызываться. Для одного атома одни, для другого атома другие, и это порождает очень интересные возможности. Вот подобный подход к программированию это одна из парадигм программирования, которая называется программирование управляемое данными. Ну по сути дела вот то, о чём я вам сейчас рассказал, это предтеча того, что впоследствии стало объектно ориентированным программированием. Ну приверженцы апологеты ООП как всегда считают, что до ООП не было ничего, а потом появился Алан Кей, который осветил мира до Алан Кей была темнота. Это не совсем так. Не хочу бросить камень в Алан Кей, это замечательный исследователь и очень интересный человек, но всё-таки мысли такие были и до него. И до него. Поэтому вот ЛИСП интересен тем, что он без напряжения позволяет реализовать и ООП парадигму программирования. В принципе в современном ЛИСПе встроена очень мощная объектная система, она называется КЛОС Common ЛИСП Object System. Она написана на ЛИСПе и она, я бы сказал, практически не уступает C++ и значительно превосходит многие другие языки. Ну, в этом сила ЛИСПа. Вот. Ну, на этом мы этот шаг тоже закончим. А следующая тема у нас будет уже связана с более практическими вещами. у нас она может быть не